Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают сердечко получается сердечко будет очень хорошим да и очень интересно это сердечко если перевернуть две двойки друг другу одно с одной стороны это сердечко с другой стороны две палочки он вписывается в форму заглавной буквы греческого алфавита омега-3 если мы говорим про сердце то сердце начинается с омеги сердце и омега-3 это неразвивно связанные вещи здоровье с сердечными мышцами а каждый вообще сердечной сосудистой системы в этом году чтобы наши пациенты вот чтобы я бы очень хотела на 11 лет бьемся над культурой не жалеть деньги на определение омега-3 индекса вот жалеют пациента деньги на это вот почему жалеют деньги на качественные анализы не жалеют деньги на лишние худи нашли ходе смузи фитнеса и так далее кстати говоря что может быть небезопасно не жалеют деньги на какие-то марафоны которые проводят блогеры вот это как я послушала интервью сообщат с блиновской вы послушали я начал слушать не смог заслушать до конца ну вот мне очень обидно очень обидно что сегодня мир и миром медицины стали править блогер это неправильно которые дают гарантию 50 мы исполним ваши желания 50 на 50 а мы исполним желание и запросы на здоровое сердце у каждого кто обратиться в нашу клинику или к нашим детекторам которых уже становится много лечить должны вообще врачи когда нам известные люди не врачи начинают говорят говорить что делаю для здоровья это выглядит крайне странно лечить должны врачи учить медицине должны врачи и не просто врачи а врачи которые вышли из научных школ научная школа три поколения за спиной каждого должен стоять учитель за спиной учителя должен быть его учитель и мы сегодня она проводим наш с вами беседу в день гибели моего любимого учителя геннадий чаказбова у вас кто стоит за вашей спиной кто у вас учитель но мой учитель это мой заведующий отделение 51 больницы привалов дмитрий валерьевич однозначно научите у него тоже получите и у него и поэтому у каждого кто пытается лечить и учить надо спросить а ты из какой школы где ты учился и кто тебя учил если человек иван родства не помнящий но я посоветую сегодня но бежать просто бежать бежать от него просто кстати кстати как интересно ведь если нездоровое сердце не хватает там омег не хватает железо равно будет хроническая гипоксия чем мы много говорили с марией владимировой носковой ведь будет гипоксия мозга и такой человек не отличит уже доктора уже ученого от манипулятора шарлатаны и бизнесмена но я бы еще добавил что когда мы приходим к врачу и действительно он должен надо знать из какой он школы это во первых второй очень важный момент увидеть его учеников потому что без учеников нету школы поэтому ученики должны быть тоже обязательно не только участие до школы обязанности конечно или нужности точно эту школу это три поколения три поколения которые одновременно где-то два хоть месяц а в лучшем случае несколько лет работали вместе сколько у вас учеников у нас с вами в нашей команде на сегодня более трех тысяч наверно это вот каждый доктор который не сошел с этого непростого пути до лечить и вылечивать 3000 ну что да я ответил бы также это все кто приезжает на наши школы на участвовать в работе конгресса и сам кто приезжает научиться на цикла давайте сердце а как в домашних условиях понять что сердцем что-то не так но я сначала отвечу на ваш вопрос который прозвучал остался без ответа чего бы я хотел в этом году я был очень рад и практически счастлив если бы я в этом году ни одного пациента пришедшего нашу клинику не видел омега-3 индекса меньше 8 вот моя мечта чтобы это стало национальной программой в россии уже 8 процентов мало потому что уже когда 10 лет назад нас не услышали когда мы говорили пандемия 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 дефицита витамина d пандемия дефицита витамина d запустила новую пандемию дефицита железа сегодня увы но у каждого второго пациента который к нам приходит впервые есть онкология она либо есть уже выявлено либо мы понимаем что она есть по омега-3 индексу ниже 4 процентов но она еще не выявлено мы не можем визуализировать этому я бы хотела чтобы у наших пациентов которые уже имеют онкологию либо в группе риска омега-3 индекс был 16 процентов ну я согласен просто когда 16 процентов омега-3 индекс как правило нет поводов обращаться к врачу потому что омега-3 индекс это концентрация жирных кислот как мы с вами знаем и коза плитами до коза гексалиновой в мембране эритроцита эритроцит это клетка который присутствует проходит посещает все ткани которые контактируют несет добро и отражает как вы говорите да что эритроцит должен быть как гимнаст и он должен гуттаперчевым быть он должен гуттаперчево менять форму протискать значит рамок и не поймут гуттаперчевый вообще любите слова вы вообще любите читать да да я люблю читать я очень серьезно отношусь к словам гуттаперчи это такой материал из которого можно слепить все что угодно и очень был он первый метод распространен но скажем так в россии царской россии тогда в цирках выступали гуттаперчевые мальчики и девочки то есть это люди которые могли и обладали потрясающей пластикой эритроцит должен быть гуттаперчевым гуттаперчевым зависит от омега-3 он не должен быть жестким вообще все должно быть гуттаперчевым и сердечная мышца должно тоже как обиде он тоже должна подстраиваться под запроса пульс должен быть какой вариабельный сердечный ритм должен быть вариабельный до сердца то есть как должен подстраиваться сокращение сосуды должны быть какие-то такие же эластичные с одной стороны держать форму и обеспечивать нормальный кровоток то есть с хорошей амплитудой движения и гуттаперчевым сердечно-сосудистые системы она уже новое слово нужно всегда вызывает положительные эмоции ты выучил новое слово оно прям приятно выучить давайте в каждую нашу такую 12-минутную беседу мы будем новому слову еще только будто на словарь формировать да словарь и на словарь сердечно-сосудистая система должна быть гуттаперчевым гуттаперчевым показывает эту гуттаперчевость очень интересный показатель при англии в сканировании который называется индекс боевского индекс стресса его еще называют третье название из наиболее распространенных вариабельность сердечно-сосудистая пациентам объясняю что для организма ничего не стресс для организма стресс только окислительный стресс и индекс стресса на самом деле индекс окислительного стресса а при окислительном стрессе что происходит изменяются компенсаторные возможности снижаются организма реагировать на любой раздражающих вас да да совершенно верно и прежде всего это касается сердечно-сосуды двигательного центра человек может умереть просто от страха с крика окрика так и происходит или от какого-то нарушения ритма внезапного это же и есть на самом то о чем мы хотели поговорить внезапная коронарная смерть от страха от страха можно увидеть узнал что положительный тест какой-нибудь сейчас почти все болеют почти все легко болеют к видам и наши с вами одна курсница в америке тоже более легко к видам работает из дома дистанционная работа и очень интересно написал что один доктор сказал что сейчас кто-то не болеет к видам то он либо социопат либо психопат я долго думала над этой фразой социопат то есть типа он ни с кем не общается а психопат ничего ничего не страшно ему не страшно что все все что происходит его это и инфодемии не берет представляете какая она тоже берет инфодемии но я же не психопат не судне ли социопат я нормальный человек просто я защищен и не испытываю чувство страха у нас гуттаперчевая не только сердечно-сосудистой системной пластичный мозг он фильтрует благодаря хорошему индексу омега-3 у нас как раз на эту тему будто перчевести сердце очень интересные вебинары я не буду видеть что он до 30 осталось и для регулировки самое главное самое главное самое главное это регулярный ежедневный что сейчас должно все сделать минута 30 осталось который пульса давайте замеряем в норме частота сердечных сокращений давайте замеряем наш пульс должен и сделайте это пожалуйста сейчас все с нами причем у нас сейчас что происходит мы сейчас вы нервничать нет нет уже мы разговариваем но мы не в покое давайте раз два три 10 вот пожалуйста в норме пульс частота сердечных сокращений должны быть до 73 ударов минута в покое такая цифра не больше не меньше лучше 70 все равно лучше все здесь лучше не держать ничего на верхних да лучше даже 60 на самом деле 9 секунд осталось все у кого пульс выше найдите до доктора приходите полюбите себя полюбите свое сердце